Уважаемые коллеги, друзья, я очень рад приветствовать всех вас в Москве, глав внешнеполитических ведомств Пахрейна, Кувейта, Омана, Саудовской Аравии и государственных министров по иностранным делам Катара и Объединенных Арабских Эмиратов, а также, конечно же, генерального секретаря Совета Сотрудничества Арабских Государств Залива. Я признателен вам за то, что вы откликнулись на наше приглашение провести уже теперь шестое заседание Стратегического идеолога Россия-Совет Сотрудничества в нашей столице. Москва уже второй раз принимает подобные мероприятия. Предыдущее состоялось в 2016 году, после этого мы проводили наше заседание в регионе. За 12 лет, прошедших с момента запуска этого формата, стратегический диалог зарекомендовал себя как эффективный механизм обмена мнениями по ключевым региональным и глобальным проблемам, путям развития экономического и гуманитарного сотрудничества между нашими странами. Рассчитываю, что сегодняшнее заседание придаст дополнительный импульс укреплению взаимодействия России с государствами-членами Совета. Наши многоплановые отношения продолжают поступательно развиваться. Это подтверждается существенно возросшей за последний год динамикой контактов на высшем и высоком уровне. То нам задает регулярный доверительный диалог между президентом России и Путиным и лидерами стран Совета Сотрудничества Арабских Государств Залива. В свою очередь ценю тесное личное общение с вами, уважаемые коллеги. Важную роль играет плотное рабочее взаимодействие по линии наших внешнеполитических ведомств. С теплотой вспоминаю плодотворную дискуссию в ходе пятого раунда стратегического диалога в Эр-Рияде 1 июня 2022 года, а также свои поездки на Бахрейн, в Оман, Объединенные Арабские Эмираты. Безусловно, полезными были и переговоры в ходе ваших визитов в Россию, а также наши беседы на полях многосторонних мероприятий в третьих странах, в том числе традиционная встреча с тройкой Совета Сотрудничества в Нью-Йорке в сентябре прошлого года. У России и стран Совета Сотрудничества есть все необходимые механизмы для успешного решения стоящих перед нами общих задач, продвижения взаимовыгодного партнерства, его перевода на системную стратегическую основу. Соответствующие ведомства наших стран и бизнес-структуры предпринимают последовательные шаги по расширению экономических связей. Несмотря на сложные геополитические условия, нам удается поддерживать положительную динамику взаимной торговли. По итогам прошлого года товарооборот между Россией и вашими странами увеличился на более чем на 6% по сравнению с предыдущим годом и превысил 11 миллиардов долларов. Разумеется, не с каждой из присутствующих здесь стран торговля развивается равномерно, но общие тенденции позитивные. А что касается отдельных резервов, которые существуют в рамках двусторонних отношений в торгово-экономической сфере, безусловно, в ходе сегодняшних отдельных встреч мы об этом поговорим более подробно. Рассчитываю, что в ходе пленарного заседания мы обсудим весь комплекс вызовов, с которыми сталкивается Ближний Восток, включая стратегически важный район Залива. Затронем тему создания региональной системы коллективной безопасности в интересах эффективного противодействия многочисленным вызовам и угрозам. Ну и потом у нас предусмотрено общение с представителями средств массовой информации, которых мы здесь тоже приветствуем. И на выход к прессе приглашаю своего Оманского коллегу и генерального секретаря Совета сотрудничества. После контакта с прессой продолжим обмен мнениями и наше общение за рабочим завтраком. Итоги нашей дискуссии будут закреплены в совместном заявлении, которое мы сегодня планируем принять. Хотел бы поблагодарить наших экспертов за работу по его согласованию, а также по согласованию проекта совместного плана действий. Хотел бы сейчас предоставить слово министру иностранных дел Султаната Аман, который председательствует в Совете сотрудничества в текущем году, господину Бадру Банхамуду Альбусаиде, а затем попросим выступить генерального секретаря Совета сотрудничества, господина Джасима Альбудееви. Благодарю за внимание. Уважаемый Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ, Уважаемые господа министры иностранных дел стран СЗГПЗ, Уважаемый господин генеральный секретарь Совета сотрудничества, уважаемые присутствующие, приветствую вас. Хотел бы вначале, уважаемый господин министр, поблагодарить вас за ваше приветственное слово и выразить нашу радость присутствовать здесь, в Москве, сегодня. Мы надеемся, что эта встреча внесет вклад в углубление понимания между нами по различным вопросам, различным темам, позволит укрепить наши двусторонние отношения во всех сферах, в экономике, в политике и в культуре, обсудить проблемы климата, возобновляемой энергии, другие вопросы глобальные, представляющие взаимный интерес. Странные советы высоко ценят позиции и усилия правительства Российской Федерации в отношении палестинской проблемы. Мы, со своей стороны, хотели бы отсюда здесь подтвердить центральный характер этой проблемы и стратегическую важность ее решения. Это одна из основных проблем нестабильности в регионе. Нет сомнений, что мы хотели бы также выразить, что нарушение израильтян в отношении палестинцев, которые уносят их жизни, нас очень беспокоит и расстраивает. Мы подтверждаем важность активизации усилий в целях достижения справедливого и комплексного решения палестинской проблемы в целях достижения справедливого мира на основе двугосударственного решения и с учетом всех других международной правовой базы в отношении палестинской проблемы, что обеспечит создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме в границах 1967 года. Мы внимательно следим за развитием ситуации в Судане, в Братском Судане. Мы выражаем нашу глубокую озабоченность гуманитарной ситуации там и кризисом с безопасностью, подтверждаем, что важно решать кризис путем диалога, объединить усилия и объединить суданский род в целях сохранения основ государства и решить конфликт без внешних вмешательств в этот конфликт. Мы бы хотели сегодня подтвердить и возобновить подтверждение важности сохранения стабильности в Йемене и поддержку выразить ООНовским усилиям в целях достижения политического урегулирования йеменского кризиса с участием всех йеменских сторон. В этой связи здесь, в Совете сотрудничества, мы возобновляем поддержку руководящему президентскому Совету Йемена и поддерживаем стремление йеменцев к миру и стабильности в своей стране, которые должны быть достигнуты путем диалога и способствовать восстановлению страны. Продолжающийся конфликт на Украине несет в себе вызовы для мира и безопасности. Мы верим в необходимость мирного решения этого конфликта и подтверждаем важность решения конфликта путем диалога на основе международного права с учетом интересов всех сторон и принципов добросовестства, суверенитета и независимости стран. Мы также в ССГПЗ привержены применению всех усилий в целях достижения примирения и мира. Готовы строить мосты сотрудничества и диалога между заинтересованными сторонами в целях достижения и установления мира и восстановления стабильности и процветания в целях реализации надежд и чаяний двух народов и всего региона. Уважаемые господа министры, уважаемые господи присутствующие, мы встречаемся во время, когда мировые вызовы нарастают, связано это с многочисленными кризисами, политической нестабильностью и климатическими изменениями. Вместе с тем есть ряд возможностей, позитивных изменений, которые мы не должны игнорировать, мы должны способствовать их развитию и поддерживать их. Очень позитивно мы смотрим на то, что происходит у нас в регионе, в регионе залива, который принял успешно экспо в Дубае, чемпионат мира в Катаре, проводит сейчас в Саудовской Аравии этапы Формулы-1 и другие важные международные мероприятия. Мы также готовимся, в частности, Эмираты готовятся принять конференцию по климату КОП-28, которая пройдет в ноябре в Дубае. Катар, со своей стороны, готовится принять Кубок Азии в январе 2024 года. Все эти мероприятия отражают открытость стран залива к сотрудничеству и партнерству со всем миром. Мы стремимся привлечь инвестиции в регион, способствуем развитию туризма, торговли, экономики, проводим спортивные и культурные мероприятия. И, как вы знаете, уважаемые господа министры, уважаемое собрание, наш регион переживает важные изменения, которые заключаются в восстановлении отношений между Саудовской Аравией и Иранской, Исламской Республикой Иран. Иран – это наш сосед, сосед всех стран Совета Сотрудничества. Мы жили бок о бок с иранским народом исторически на протяжении веков. Да, конечно, определенные политические разногласия нам мешали развивать сотрудничество, но, как показала последняя договоренность, в наших силах восстановить отношения и работать над укреплением сотрудничества и принципов добрососедства и совместного жительства. Эти позитивные изменения укрепляют наши способности для укрепления регионального сотрудничества и основ его, восстанавливают взаимное доверие. И мы понимаем, что у России есть жизненно важные интересы в этом регионе, в том числе заключаются в развитии маршрутов логистических, расширения торговли, экономического взаимодействия через нас и вместе с нами, чтобы через наш регион попадать в Африку и Азию. Мы приветствуем работу и подняться с Российской Федерацией в этом направлении и надеемся, что это приведет к строительству, к созданию лучшего, процветающего будущего, большей стабильности и безопасности. Политические события и экономические развития в регионе Залива концентрируются на прочном уважении суверенитета стран и о уважении закона. Мы руководствуемся в принципе добрососедства, диалога конструктивного и открыты к сотрудничеству и привлечению взаимных усилий. Без сомнения, что это должно стать ключевым фактором продвижения экономического сотрудничества и процветания для всех. Уважаемые господа министры, в заключении я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить Министерство иностранных дел Российской Федерации, Генеральный секретариат Совета Сотрудничества за их усилия в прекрасной подготовке этого мероприятия, выразить признательность и благодарность Дружественной Российской Федерации за прекрасный прием и гостеприимство. И я желаю удачи и успехов нашему сегодняшнему мероприятию, которое будет способствовать процветанию наших народов. Спасибо, господин министр. Во имя Аллаха Всемилостивого Всеморосердного, уважаемый господин министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, уважаемые господа министры, страны СГПЗ, уважаемое собрание, приветствую вас. Хотел бы вначале поблагодарить искренне правительство Российской Федерации, дружественные, за прекрасный прием и гостеприимство. Поблагодарить моего друга, министра иностранных дел Российской Федерации за личное внимание, которое уделил нам сегодня в ходе этого мероприятия. И это отражает прекрасные отношения наших российских друзей в отношении стран залива. Все, что связывает залив с Российской Федерацией, исторические отношения и связи. Результат множественных усилий с обеих сторон для обеспечения этой цели, особенно в контексте нашего министерского заседания. Это уже шестое заседание стратегического диалога между Советом Сотрудничества и Российской Федерацией, что следует в русле поручений, которые дали наши руководители стран залива. И следует в целях укрепления сотрудничества и связей между нашими странами в интересах наших народов и достижения для достижения общих целей. Уважаемые господа министры, без сомнения, что наше сегодняшнее мероприятие проходит в очень важное для всего мира время, когда мы видим события, которые нарушают стабильность и мир в мире. Мы подтверждаем важность решения проблем путем переговоров, диалога, дипломатические средства. Мы подтверждаем также уважение наше к суверенитету стран, международному праву, всех норм международных, которые будут способствовать соблюдению стабильности в мире. Уважаемые господа министры, главное свидетельство прекрасных отношений между нашими странами. Это меморандум о сотрудничестве стратегически подписанном между нашими странами и ССГПЗ и Российской Федерацией в 2021 году. Российско-заревные отношения крепкие, следуют в интересах народов наших стран и в целях реализации будущих проектов и укрепления нашего сотрудничества в целях реализации общих интересов. Уважаемые господа министры, мы сегодня не говорим о определенных каких-то сферах сотрудничества, но все сферы важны для продвижения нашего диалога. А также с торговли, с экономическим сотрудничеством, взаимодействием в сфере безопасности, в энергетике, политический диалог. Есть и другие сферы важные, в которых мы намерены сотрудничествовать. Как, например, академическое сотрудничество, сотрудничество в сфере культуры в целях того, чтобы знакомиться с культурами наших стран, эта сторона нашего сотрудничества очень важна и она вносит вклад в наше общее сотрудничество. Меня, я счастлив сегодня сказать о том, что наши отношения развиваются. Мы прекрасно взаимодействуем в рамках формата ОПЕК+, который способствует стабилизации рынков и цен на энергоресурсы. И мы подтверждаем важность соблюдения всеми сторонами соглашений своих обязательств в интересах потребителей и поставщиков и в целях развития мировой экономики. Уважаемые господа министры, несомненно, российско-украинский кризис повлиял на весь мир. И с начала кризиса страны СССР выступали с инициативами в целях сближения позиций стран посредством наших поездок и совещаний, которые мы проводили с представителями обеих сторон. Мы уверены, что решение должно быть мирным. В противном случае это будет негативно влиять на общую ситуацию и стабильность во всем регионе. И поэтому мы хотели здесь подтвердить позиции Совета сотрудничества в отношении этого кризиса. Позиция СССР в отношении украинско-российского кризиса заключается в том, что необходимо решать на основании устава ООН международного права с уважением суверенитета стран сохранением их территориальной целостности и неумешательства в внутренние дела. Страны СССР разделяют все усилия, направленные посреднические усилия, направленные на урегулирование кризиса посредством диалога. Гуманитарная сторона этого кризиса особенно важна. Страны СССР заинтересованы и стремятся к продлению зерновой сделки о поставке российского и украинского зерна через Черное море в целях ослабления гуманитарных последствий кризиса и реагирования на продовольственные вызовы. Мы благодарим наших российских друзей за то, что они продлили соглашение по зерну, что способствовало поставкам зерна на мировой рынок. В заключении я бы хотел, как подданный страны залива подтвердить, что страны СССР ценят и высоко оценивают наши сотрудничества Российской Федерацией и нацелены на реализацию общих задач и интересов, в интересах общих интересов российского народа, дружественного и народов стран СССР. На основе принципов взаимного уважения, уважения принципов международного права, мы верим, что сегодняшнее заседание будет этому всячески способствовать. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.